нам с вами выпало жить в очень интересное время когда многое вокруг нас меняется стремительно развиваются технологии для кого-то быть может слишком быстро и кому-то трудно поспевать за этими изменениями а для кого-то может наоборот слишком медленно так что он не может дождаться выхода нового устройства или приложения эти изменения затрагивают и мир образования ведущие заведения мира меняют подходы к обучению подходы которые казались незыблемыми на протяжении многих десятилетий я хотел бы чтобы на этой лекции мы рассмотрели путь одного из ведущих вузов мира и попытались понять тенденции современном образовании и так мать и массачусетский технологический институт этот институт был основан в бостоне в 1869 году и стал ответом на вызовы индустриальной революции институт успешно развивался и завоевал хорошую репутацию чтобы понять какой вес и какая репутация у этого университета достаточно прочитать вот этот перечень из википедии мать и стоит под итоговым номером 2 среди 200 лучших университетов мира номер один в технологии и инженерном искусстве и номер два в науке национальный исследовательский совет в исследовании 1995 года среди университетов сша присвоил институту номер один по репутации и номер четыре по цитатам и наградам программы майте по химии компьютерной науке инженерному искусству математике и физике каждый был присвоен первый номер в рейтингах сша и мировом рейтинге 2007 года инженерная школа имеет постоянный первый рейтинг среди студенческих программ с 1988 года школа управления стала вторым номером для студентов и четвертым среди всех программ mba по версии рейтинга us news дэвашингтон мансли поставил первым номером майт в рейтинге колледжей для поступающих 2005 году и тоже 2006 году казалось бы живи и радуйся обучение в среднем стоит 77 тысяч долларов в год причем берут не всех наличие денег совсем не гарантирует поступление вот к примеру мой одноклассник пытался поступить в топовые вузы сша типа гарварда у него были деньги вернее у его родителей он очень умен он с легкостью занял первое место на всероссийской олимпиаде по химии знал прекрасно английский язык имел диплом бакалавра ведущего испанского университета и хотел поступить магистратуру в гарварде но его не взяли поступают лучшие из лучших подобная ситуация и в майте и вот в 2001 году руководство майте решила пойти на очень смелый шаг выложить все свои материалы онлайн сеть причем абсолютно бесплатно все лекции записаны на видео методические пособия тесты экзамены все появился новый образовательный портал этот портал стал очень популярен хотя это и не было обучением это был открытый ресурс массовый и бесплатный от очень знаменитого учебного заведения 1800 курсов все бесплатно казалось бы безумие особенно если учесть что это было начало двухтысячных годов расцвет эпохи даткам когда все старались абсолютно все коммерциализировать и вот руководство этого учебного заведения решилась на очень отважный шаг все накопленные интеллектуальные сокровища выложить для всего мира позже руководство учебного заведения призналось что решение не было единогласно кто-то из сотрудников считал что это безумный шаг который поставит крест на судьбе прославленного учебного заведения ведь если все будет бесплатно в интернете то какой смысл поступать учиться какой смысл становиться студентом и платить 77 тысяч долларов в год 2005 году 35 миллионов человек просмотрели ресурсы сайта из 220 стран мира несмотря на высокую стоимость процесса выгрузки материалов на сайт а ежегодный бюджет проекта составляет три с половиной миллиона долларов в год 2005 2005 году к этому проекту стали присоединяться другие учебные заведения и был создан консорциум и сейчас в этом консорциуме 250 школ и представлены ресурсы на шести языках 11 октября 2005 года был создан канал на ютюбе 10 лет спустя в 2015 году более 700 тысяч подписчиков и более 60 миллионов просмотров однако надо понимать что этот проект не рассматривался как образование все прекрасно понимали что образование в майт и это нечто совершенно иное учеба на кампусе с другими студентами и преподавателями поэтому в 2011 году произошел еще один революционный прорыв 2011 году и мать и объявила об открытии образовательного ресурса edx два бостонских великих учебных заведения гарвард майт и объединились вложились по 30 миллионов долларов и создали платформу edx на этой платформе они стали выкладывать онлайн-курсы бесплатно для всех желающих каждый мог зарегистрироваться совершенно бесплатно регистрация не требовала никаких ограничений ни вступительных экзаменов ни рекомендаций ни документов об образовании ничего при этом преподаватели были самыми настоящими и курсы полноценными на первый курс зарегистрировалось 155 тысяч студентов из 194 стран мира и хоть закончила всего семь с половиной тысяч студентов но если посчитать сколько времени потребовалось бы преподавателю чтобы обучить эти семь с половиной тысяч студентов то получается 40 лет опыт гарварда майт был подфачен представителями стэнфордского университета которые объединились семью крупнейшими университетами сша и создали платформу которую назвали курсера курсера очень быстро набрала просто удивительную популярность об этом можно судить по следующим графикам в августе 14 года на сайте курсера дат-орг был почти 1 миллион уникальных посетителей причем как вы видите сохраняется тенденция к росту можно сравнить популярность курсера с facebook инстаграм и твиттер чтобы было понятно что это за мощь которая набирает силу в образовании сейчас на курсере представлено почти 800 курсов от более ста университетов на двадцати языках курсы быстро переводится на русский язык создано волонтерское сообщество в которое вошло почти 15 тысяч переводчиков объединенных под лозунгом переведем курсер что же представляют из себя эти курсы они бесплатные хотя сейчас уже далеко не все стали появляться платные даже целой специализации на платных курсах студенты проходят идентификацию по стилю набора на клавиатуре так как у каждого человека уникальный стиль печатания также обязательно веб-камера но бесплатные курсы может изучать любой желающий это открытые курсы они стали называться мук или мог массовые открытые онлайн курс сейчас появляется очень много организаций которые предлагают подобные курс фьючер лерн юда сити канвас нет айверсити и многие многие другие одно из возможных определений этот этой тенденции это попытка структурировать и систематизировать знания высокотехнологичном мире где информация в преизбытке мук актуальны в мире где недостатка в информации нет и где есть интернет это курс есть дата начала дата конца есть расписание по неделям есть фасилитатор есть участники но это нечто больше это как некая социальная сеть или по крайней мере группа в социальной сети объединенная вокруг одного события студенты записываются смотрят лекции сдают тесты создатели курсера уверяют что такое обучение по меньшей мере не уступает по качеству обычному фейс-то-фейс обучение подобные исследования проводил уильям боун ученый и бывший президент пристанского университета он говорит о том что нет статистически достоверно значимых отличий такого обучения от обучения в классе у курсера есть и слабые места за которые часто критикуют это низкий процент выпускников тех кто выполнил все что требовалось вы можете видеть статистику согласно которой далеко не все зарегистрировавшиеся на курс доходят даже до второй учебной недели не говоря о том чтобы закончить курс в каких же странах это популярно вы можете видеть еще одну диаграмму примечательно что россия попадает в десятку стран самых учащихся если можно так сказать на курсере ведущие вузы россии высшая школа экономики и московский физико-технический институт уже представили свои курсы на курсере однако как я уже сказал далеко не все онлайн курсы бесплатны осознав насколько велик спрос на качественные курсы многие создавали стали создавать коммерческие проекты в которых подобные же курсы предлагаются на платной основе мир меняется и меняется мир образования меняются подходы и в христианских учебных заведений появляется множество удивительных возможностей которые были немыслимы несколько десятков лет тому назад евро азиатская кредитационная ассоциация уже много лет развивает замечательный проект богословие онлайн проект по созданию онлайн курсов доступных для всех евангельских учебных заведений этой ассоциации в этом проекте уже несколько десятков прекрасных онлайн курсов причем процесс не останавливается постоянно создаются и добавляются новые курсы мы надеемся что с божьей помощью это будет замечательный ресурс который поможет многим семинариям и школу развивается замечательный проект в виде семинария святой троицы представляющий ресурс качественных онлайн курсов каждый желающий может выбрать понравившийся онлайн курс зарегистрироваться на него и пройти обучение либо пройти обучение по выбранной специализации итак мы с вами рассмотрели тенденции в мире образования посмотрели на опыт ведущих вузов мира MIT и Гарвардского университета сегодня качественное образование стало доступнее чем когда-либо благодаря современным технологиям также мы с вами показали что подобные подходы используются и в христианских учебных заведениях развиваются дистанционные формы обучения которые я надеюсь принесут пользу очень и очень многим в нашем сайте в среднем мы с вами Продолжение следует...